Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Для Советского Союза, где шесть лет гремела пропаганда о советском человеке, первым покорившим космос, о небывалых космических успехах советской науки и техники, высадка американских астронавтов на Луне был серьезный удар по престижу. Умолчать было нельзя и говорить много тоже не приходилось. Конечно, проще было утверждать, что не было высадка на Луне, все снято в Голливуде. Ни в одной стране мира так широко не популяризировалась теория очередного американского блефа, очередного заговора. Миллионы людей во всем мире, затаив дыхание, смотрели телевизор, когда бывший морской летчик Нелс Амстронг вышел из лунного модуля и сказал свои бессмертные слова. Какой маленький шаг для человека и какой огромный для человечества. Его сопровождали два американских астронавта, Майкл Коллинз и Эдвин Олдрин. Кстати, они оба еще живы. Амстронг и Олдрин провели на Луне шесть с половиной часов, сделали сотни фотографий лунной поверхности, собрали образцы почвы и камней. Президент Никсон говорил с ними по телефону, назвав этот звонок самым историческим, когда-либо сделанным из Белого дома. 24 июля команда Аполлон-11 благополучно приводнилась в Тихом океане. Эта программа была еще совершена шесть лунных посадок в течение следующих трех лет. Но именно момент первой высадки на Луну навеки вписан в историю человечества. Скептики со своими доказательствами, они сразу же одна нашлись. И сразу стали утверждать, что полета не было. Все это смонтировано в Голливуде. Как это развивается американский флаг, когда на Луне нет ветра. Ну, миллион раз было уже доказано все обратное. Все было объяснено, но скептики не унимаются. И, конечно, они есть, были и будут. Но что интересно, все они почти сосредоточены в одной стране. И эта страна называется Россия. Вот буквально два-три дня тому назад выступал председатель Думского комитета по информации. Алексей Пушков. И он говорил, что в России более 60% населения не верит, что американцы когда-либо высаживались на Луну. Дело, как говорят, добровольно. Верить, не верить. То, что американцы достигли, это выдающееся достижение всех времен и народов. 16 июля исполнилось 101 год со дня расстрела царской семьи. В этом году впервые Государственная Дума России почтила минутой молчания память царской семьи. А в Екатеринбурге состоялся крестный ход. От храма Спаса на Крови, построенного на месте снесенного дома Ипатьева, где состоялся расстрел. До часовни на месте шахты, куда были сброшены обожженные останки расстрелянных. В этом крестном ходе принимало участие 60 тысяч человек. Они прошли расстояние 21 километр с портретами членов царской семьи, иконами, крестами, хоругами. Убийство царской семьи – одно из самых отвратительных деяний мировой истории. Мы знаем фамилии людей, принимавших расстрелы. Медведев, Ермаков, Ваганов, Юровский. Мы знаем и членов Уральского совета, которые приняли это решение. Здесь и Белбородов, и Сафронов, и Сыромятов. Также мы знаем и более высших людей, которые приняли решение расстрелить царской семьи. Свердлов, Войков, Ленин, Дзержинский. Интересно вот другое. Крестный ход состоялся. Кстати, вот эта легенда, что царскую семью расстреляли евреи, абсолютно неверна. Среди участников расстрела, там был, я уже назвал вам фамилии, был только один еврей. Это Яков Юровский. Там же еще было семь латышей, членов разведенной команды. И три латыша находили из соседней комнаты. Но, и такова уж судьба, наверное, евреев, что где бы что ни произошло, это во всем виноваты евреев. Как в нынешней русской пропаганде, где бы что ни произошло, во всем виноваты американосы. Интересно другое. Вот крестный ход состоялся в Екатеринбурге, а область так и осталось носить имя Свердлова. Свердловская область. А ведь Свердлов был, это ему отчитывался Уральский совет о выполнении расстрелей царской семьи. Вот интересно и Петербург, Ленинград переименовали в Петербург, а область осталась Ленинградской. Станция метро в Москве носит название Войково. Трудно дается нынешней власти избавление от коммунистического прошлого. Со скорбными лицами стояли депутаты Государственной Думы. И ни один не внес какого-то предложения, ну, например, переименовать Свердловскую область, сделать ее такой же, как Екатеринбург, Екатеринбургская область. Слишком корни глубоки. Царство Николая I началось с несчастливого предоснаменования. Коронация Николая II откладывалась несколько раз в связи с недавней смертью его отца, императора Александра III. Он умер 26 ноября 1894 года в возрасте 49 лет от нефрица почек. Наконец, дата коронации была назначена 16 мая 1896 года. Накануне императорская пара, вдохствующая императрица, сотни членов большой императорской семьи в сопровождении высшей аристократии России и тысячи гвардейцев торжественно въехали в Москву, сверкая блестящими мундирами. Император был одет в такой гвардейский мундир. Он приветствовал сотни тысяч собравшихся на улицах Москвы горожан. На следующий день в Кремле, в кафедральном соборе Кремля, в собор вознесения состоялся пятичасовая церемония. Николай сидел на украшенном бриллиантами троне, принадлежаше второму романному царю Алексею. А императрица на древнем византийском троне, которую привезла с собой в Москву принцесса Зоя Палентолок. Это жена царя Ивана Третьего, великого князя Москвы. Третий день проведения церемонии 18 мая был днем народных гуляний. По традиции в этот день народу раздавали подарки. Было предназначено к раздаче, это была керамическая кружка с портретами Николая II и Александры Федоровны. И пакет с конфетами и печеньями. Полмиллиона москвичей собрались на Хадынском поле. Обычно здесь происходили армейские учения. Великий князь Сергей, генерал-губернатор Москвы, дядя императора, для контроля, а огромной толпы послал только один эскадрон казаков. Люди собирались всю ночь. К утру началась раздача сувениров. И сразу же прошел слух, что сувениров завезли мало и всем не хватит. Те, кто был сзади, стали напирать. И неожиданно, как по команде, толпа бросилась вперед, сметая на пути и казаков, и лошадей. А те, кто был впереди, их толпа понесла по направлению канавам, которым было изрыто все поле. Тысячи мужчин, женщин, детей упали в эти канавы. Сверху на них падали другие. Слышались крики, просьбы о помощи. Вскоре прибыло казачье подкрепление, которое с огромным трудом удалось сдержать толпу. Погибло более двух тысяч человек. Еще больше было покалечено. Все московские госпиталя вскоре были заполнены пострадавшими в этой давке. Царь узнал о катастрофе в 10.30 утра и был потрясен. В своем дневнике он назвал этот день самым печальным днем моей жизни. Его первым импульсом было немедленно ехать на ходынку. Но члены его семьи и мать категорически возражали. В достучь императрица Мария Федоровна возложила всю вину на дядю царя, генерал-губернатора Москвы, великого князя Сергея, и посоветовала сыну держаться дальше от этой истории. Она потребовала создать комиссию по расследованию. Николай согласился. Эта трагедия, возможно, и ушла бы из памяти, если бы он и дальше слушался свою мать, которая хотела отменить все связанные с коронацией торжества и объявить траур по погибшим. Николай колебался. Со своего личного фонда он приказал выдать каждой семье погибшего по одной тысяче рублей и оплатить расходы, связанные с захоронениями. По тем временам тысяча рублей была большая сумма, ведь годовая зарплата рабочего составляла порядка 600 рублей. Но его жена, императрица Александра Федоровна, его дяди царя хотели продолжать торжества. В следующие два дня царь и царица посещали московские госпиталя, где находились ранены, раздавали подарки и деньги, и все же они приняли решение вечером посетить бал, который устраивало французское посольство. Николай и царица танцевали, пили шампанское, как будто ничего не произошло. Москвичи думали иначе. Великий князь Сергей сразу стали называть князь Ходынки, а к титулу императора добавили кровавы. Великий князь Сергей был убит выстрелом анархиста Каляева в 1905 году. Основной чертой характера Николая II, как писал видный английский историк Бернант Рейнс, это был дефицит воли. Николай начал свое царство, обещая продолжить политику своего отца, императора Александра III. Он верил в абсолютную монархию, но чтобы быть автократом, ему не хватало ни твердости, ни решительности, ни воли. Основная масса людей, хорошо знавших лично императора, описывает его как мягкого, доброго и очень дружеского человека. Он часто уступал тем, кто не соглашался с ним. В первую очередь, это были великие князья, его дяди, братья его отца. Их было четверо, властолюбивые, им ничего, и они не боялись ничего, а тем паче своего слабохарактера племянника, старшего царем. Вспоминая двоюродный брат царя, великий князь Александр Михайлович, что когда он обсуждал с царем вопрос о плачевном состоянии русского флота и необходимости его реорганизации, Николай полностью соглашался с ним, но добавил, что навряд ли он что-нибудь сможет сделать, ибо флотом командует его властный дядя, и тот будет возражать. Николай всегда думал и делал все возможное, чтобы избежать конфронтации. Николай хотел быть похожим на своего отца, но одно дело хотеть, а другое обладать такими же твердым характером, каких у него не было. Иногда он становился упрямым, но упрямство более свойственно детям, но никак не для всесильного монарха, который стоял во главе такой стране, как Россия. Нужны совершенно другие черты характера. Его отношения с немецким кальзером Вильгельмом II, это его двоюродный брат, которые в дальнейшем определили судьбу хорошо, как раз иллюстрируют разницу между его стилем автократии и его отца Александра III, который не любил Вильгельма и неоднократно демонстрировал это. Отказываясь говорить с ним лицом к лицу, часто поворачивался к нему спиной и разговаривал с кем-то через его плечо. Николай, с одной стороны, побаивался Вильгельма II, а с другой восхищался им за его воинственность, которую он интерпретировал как сильное качество лидера. В действительности Вильгельм этим маскировал отсутствие у него каких-либо талантов и свой физический недостаток. Его левая рука от рождения была короче правой. Он скрывал это, носил специальные перчатки и держал все время левую руку в кармане своего сертука. В своей переписке они, двоюродные братья, вели ее по-английски. Вильгельм называл Николая «мой дорогой Ники» и всегда подписывался «твой любящий Уилли». Его письма были особенно нежными, когда он добивался чего-то, что было выгодно для Германии, особенно на Ближнем Востоке, Китае, Корее. Это он подстегл Николая в конфронтации с Японией, надеясь, что это отвлечет Англию и Японию от расширения германских интересов в Азии. Первое столкновение России с Японией, которое в итоге привело к историческому разгрому русского флота, случилось в 1895 году, когда Япония вторглась в Китай и оккупировала несколько важных китайских портов, включая Порт-Артур. Россия давно желала иметь в своем владении Порт-Артур прекрасную гавань на Тихом океане как альтернативу Владивостоку, который зимой покрывался льдом. 7 апреля 1905 года по заключенному договору побежденный Китай уступил Японии Порт-Артур, уступил Формозе, это нынешний Тайвань, и согласился выплатить контрибуцию. Объявив, что владение Порт-Артурой является угрозой для России, Николай вместе с Францией и Германией стал угрожать Японии войной, если она продолжит оккупацию Порт-Артура. Японию заставили также признать независимость Кореи и отказаться от всех концессий, которые она имела в этой стране. В следующем году ослабленный войной Китай согласился предоставить России права на строительство и владение восточно-китайской железной дороги. Опьяненный своими успехами, Николай, не будучи профессиональным военным, задумал вместе с российским послом в Атаманской империи Александром Нелидовым план высадить русский десант в составе 40 тысяч солдат в Константинополе и захватить город и проливы. К счастью, влиятельный министр финансов в то время России граф Сергей Уитте отговорил его от этой безнадежной авантюры, хотя царя поддерживали министр морского флота. В 1900 году Николай вместе с другими европейскими странами послал русских солдат в Пекин усмирить боксерское восстание китайских крестьян, направленное против иностранцев, и сразу же воспользовался китайской неурядицей оккупировать всю Манчжурию. Это вот этот типичный пример поведения повторялся многократно в русской истории. Как только где-то появлялся вакуум, где, значит, появилось слабое государство, где имелись внутренние неурядицы, Россия тут как тут, и Дальний Восток, и покорение Кавказа, и Средней Азии, и раздел Польши. В советские времена традиции эти повторялись. Ну, немножко, конечно, по другим соусам. Например, когда советские танки вошли в Будапешт, Прагу, в Кабул, это все говорилось, что это по просьбе трудящихся. Ну, не просто так же советские танки войдут в Будапешт, а, оказывается, их должны кто-то попросить. Вот трудящиеся просили, они вошли. Ну, казалось бы, все это уже в далеком прошлом, но обратите внимание, четыре года тому назад, или пять, пять, вернее, уже прошло, все повторилось в 2014 году. И Крым, и Донбасс, и Северная Осетия, и Абхазия, и Приднестровья. Но, вот иногда, когда заглядываешь в интернет, ну, просто даже становится смешно. Значит, там очень много таких сайтов есть, русских патриотов, которые требуют вернуть Аляску России, потому что, якобы, Александр II продал ее незаконно. Поэтому, значит, она, Аляска была, и есть, значит, частью России, ее надо вернуть. Вот что интересно, есть своя Сибирь, есть своя Камчатка, есть гигантские, богатейшие на земле, неустроенные территории, где нет населения, но это свое, не надо ничего делать. Надо вот только взять Аляску, для полного счастья России, уже которая все процветает, благоухает, обустроенная, богатая, вот тогда хорошо, вот взять чужое хорошо, но, как говорят, значит, на чужой каравай рот не раздевай. После оккупации Манчжурии отношения с Японией стали более напряженные и совсем обострились, когда Николай поддержал авантюрный план создать лесозагодовительную компанию Ялу, где основная деятельность должна была сосредоточиться вдоль корейской границы. Во главе этой компании стал близкий царю кавалерский офицер Безобразов, который предложил направить в Корею русских солдат под видом лесорубов. Вот так. Были солдаты, стали лесорубами, чтобы со временем захватить страну. Мало своего леса в Сибири, мало этого леса на Дальнем Востоке. Для большего счастья и процветания России только нужно было Корея и корейский лес. Это было чрезвычайная авантюра и опасное мероприятие. Япония рассматривала Корею как свою сферу влияния, исключительно важную для экономического процветания страны. Авантюра была настолько секретной, что только когда русские солдаты стали прибывать в Корею, об этом узнал министр иностранных дел России Лемсдорф, который сразу выступил против этого. Против протестовал также Сергей Витта, который возражал с финансовой точки зрения огромные расходы, связанные с содержанием русской армии на Дальнем Востоке. Японский посол в Санкт-Петербурге сделал несколько попыток получить аудиенцию у царя, но его никто не принял. 3 февраля 1904 года он уехал из страны. В воздухе запахло войной. 8 февраля без объявления войны Япония атаковала русский флот в Корейской бухте Чемпала. Теперь это Инчон. Два русских крейсера Кореец и Варяг вышли навстречу приближавшей японским кораблям, но были потоплены. Несколько тысяч японских солдат высадились на берег и заняли позиции вдоль реки Ялу, по которой проходила корейско-китайская граница. На следующий день японский флот атаковал порт Артур на западном берегу Кореи, на западном берегу Китая. Командовал флотом адмирал Тога. Японцы вывели из строя два русских линкора и один крейсер, а затем торпедной атакой уничтожили русский флот, стоявший в бухте. В начале войны Япония была подготовлена лучше. Сухопутная японская армия насчитывала 150 тысяч солдат, у русских в то время там было 80 тысяч, разбросанных по всей Восточной Сибири. В Манчжурии было 23 тысячи, и 30 тысяч человек охраняло Транссибирскую и Восточно-Китайскую железные дороги. Линии коммуникаций для Японии были рядом. Для России 6 тысяч миль Транссибирской магистрали. И еще русские, значит, русский шовинизм, пренебрежение к врагу. С одной стороны Великая Россия, а с другой какие-то желтоглазые макаки. Русские ничего не знали и знать не хотели про быстро развивающую Японию, про дух самураев, про дисциплину японских солдат. Порт Артур был освобожден, был осажден, и война перекинулась в Манчжурию. Русские солдаты сражались хорошо, но медленно отходили в сторону Сибири. Главный командующий русской армии генерал Кропоткин издавал приказы, руководствуясь обстановкой на месте. Но эти приказы отменялись в Петербурге военным ведомстве и лично царем, находившимся за тысячи километров от линии фронта и ничего не знающий о ситуации на фронте. В Петербурге были уверены, что это будет кратковременная победоносная война, что, чтобы снять осаду с Порт-Артура, умные головы в Петербурге придумали туда, послать туда балтийскую эскадру под руководством адмирала Зиновия Рождественского. То ли царь и его министры не знали географии, но послать флот за тысячи миль, обогнув половину земного шара, могли только, ну, в кавычках, умники и умницы из Адмиралтейства. Флот отправился в плавание в октябре 1904 года. Адмирал Рождественский рассматривал этот поход самоубийством. Русские моряки сразу же показали себя. Не успев выйти из Балтики, они открыли огонь по британским рыболовным кораблям, которые они приняли за японские торпедные катера. Откуда здесь, в Северном море, могли оказаться маленькие японские катера, никому не пришло в голову. Метким огнем потопили несколько рыболовных шхун. Поднялся жуткий скандал. Британия была в ярости. Николай тотчас принес извинения и выплатил сто тысяч фунтов компенсации. Плохое предназнаменование долгого плавания. Северная Атлантика, Южная Атлантика, мы с Доброй Надеждой, а потом долгое плавание по Индийскому океану и вперед к Японии. Весь мир с удивлением наблюдал движение русского флота. Старые изношенные корабли, кругосветное плавание, порт Артур упал в пище, значит, это был январь 1905 года. Освобожденный от осады, 100-тысячная японская армия двинулась на север, в Манжурию. Речительное сражение состоялось около Мукдена. 14 дней русские героически сражались против японцев, которые не уступали им по храбрости и потеряли 75 тысяч человек убитыми. Они отступили 25 февраля 1905 года. Тем временем истрепанный штормами, ветрами, волнами флот Рождественского подходил Корее. Адмирал только уже ждал его немного севернее Цусимского пролива. 27 мая 1905 года японские корабли открыли огонь. Ну, а подробности Цусимского сражения, что было дальше, я вам расскажу после небольшого перерыва. Уважаемые дамы и господа, спасибо за то, что остаетесь с нами. Мы возвращаемся в программу Яна Йоффа странички истории. И, как всегда, во втором сегменте своей программы Ян обычно отвечает на ваши вопросы, поэтому номер телефона в студии 847 400 5200 набирайте, задавайте вопросы. а пока вопросов нет, Ян, прошу вас, давайте продолжим. 27 мая 1905 года современные японские корабли, особенно у них было много линкоров, подошли на расстояние 7 километров и открыли ураганный огонь по русской флотилии. Не забывайте, что Эскар Эскар это флотилия русская уже прошла, обогнула почти что половину земного шара, она подошла к Цусиме истрепанная, измученная. Японские современные линкоры стреляли на расстоянии 7 километров, ни одна русская пушка не стреляла на такое расстояние. Через 45 минут сражение закончилось, большинство русских кораблей было затоплено, повреждено или потеряли управление. К ним приблизились японские торпедные катера и закончили работу. Такого поражения еще не было в аналах морских сражений. Все 8 русских линейных кораблей, 14 крейсеров, 9 эсминцев пошли на дно. Из всего флота только 2 крейсера и 1 эсминец пробились во Владивосток. Адмирал Рождественский попал в плен, когда японцы спасали моряков с его флагманского затонувшего корабля. Ян, я прошу прощения, у нас есть звонки, если вы позволите. Пожалуйста. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте. Вы позволите, это очень интересная передача, вы позволите чуть-чуть поправить нашему уважаемому человеку? Пожалуйста. Ну, я обращаюсь к вам как историку, потому что дьявол всегда в деталях кроется. Если вы Лунина будете говорить, русская революция говорит Лунин, то никто не поймет, что говорить о Ленине. Адмирал не рождественский, а рожественский. Во-вторых, бухта в корейском полуострове называлась Чимульпо. И в-третьих, истерия русского флота, на русском флоте второй эскадры в связи с инцидентом на Доггербанке была вполне отчасти оправдана, потому что весь японский флот в это время был построен в Англии. И в Англии находилось очень большое количество экипажей японских для приемки кораблей. И они как раз в этом районе проходили испытания. Поэтому россияне оправданно боялись столкновения с японскими судами уже у берегов Англии. Вот и все, что я хотел бы сказать. Так, спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Есть еще один звонок. Добрый день. Нет, звонок не дождался. Прошу вас, Ян. Принимаются все предложения по корректировке названий, фамилии. Вот, что касается инцидента в Северном море, когда доблестный русский флот потопил несколько английских рыболовных шхун, то опасения всегда могут быть, но додуматься, что японские корабли окажутся в Северном море маленькие, торпедные катера, это, конечно, как говорят, у страха глаза велики. Но, дело-то не в этом, дело в том, что сама идея это послать, ведь русский флот уже уступал, это же еще было в Крымской войне, вы помните, фрегатный русский флот уступал уже современным паровым флоту Англии, и это же было, ясно было с самого начала. Ясно было, помните, я сказал фразу, что Николай это хотел, начать модернизацию русского флота, но командующий русским флотом был великий князь, дядя его, где же он против дяди, то по-своему пойдет. И вообще, это много раз повторяется, вы, ну, что тут нового говорить, царская Россия в техническом отношении, сильно отставала от передовых западных европейских стран, и, конечно, как говорил Сталин, все время, значит, был наказан за свою отсталость. Но дело не в этом. Дело в том, что, конечно, пройти такое расстояние, да, если бы это был самим суперсовременный флот, пройти половину земного шара и встретить бой, правильно вы говорите, Япония очень быстро модернизировалась, значит, во второй половине 19 века с помощью англичанами, немцев и так далее. Японцы очень хватки оказались на усвоение западных технологий и перестройки своей военной промышленности. Прошу прощения, у нас еще есть звонки, Ян, все линии горят. Добрый день, вы в эфире. Добрый день. Вот тот товарищ, который звонил, который знает про Чимульпо, а он, наверное, в курсе, что в романе Шолохова Тихий Дон казаки, казаки донские, которые были главной опорой русских царей, которые стеной за них стояли, там дословно написано, казаки между собой разговаривают и говорят, да все, ничего, да уж больно царек у нас, царек у нас хреновенький. Вот, это казаки говорили. Спасибо большое. Добрый день, вы в эфире. Алло, добрый день. Добрый? Алло, добрый день. Алло? Да, да, говорите, пожалуйста. Слышите меня, как всегда, замечательная передача, очень интересная. Ну вот, что хотелось еще, действительно, добавить. Дело в том, что японцы не забыли фактические обиды, которые нанесла Россия, заставили их покинуть Леодунский полуостров и отдать Порт-Арсур. И за 8 лет, которые они готовились к войне, они выпустили 8 тяжелых линкоров, которые заказали в Англии и в Америке. А Россия выпустила только один, легкий крейсер Аврора, а второй варяг заказал американцам, который выпущен был дефектами. И еще дело в том, что японский Азмирал Того строил свою боевую колонну таким образом, он сказал, как атакуют самураи кругом. И получалось, что когда колловаторные колонны российских кораблей шли, не имея возможности использовать свое оружие, что японцы использовали полностью свою боевую мощь белыми бортами. левым, потом развернувшись и правым. Поэтому огонь был просто убийственный. Просто убийственный. Вот. Вот в этом дело. Спасибо вам большое. Спасибо. Я вот что хочу сказать. Первое, я очень благодарен нашим слушателям за то, что они интересуются историей. И, конечно, вот это момент русско-японской войны, как видите, люди хорошо знают из литературных источников, из исторических. И это очень приятно, потому что, ну, вы знаете, в современное время не так много людей любят историю, и не так много людей, честно говоря, помнят события, которые произошли там столетней давности. Ну, и, значит, поэтому приятно, что наши слушатели так это подключаются к нашему разговору. Ну, вот, казалось бы, после японской войны был урок на всю жизнь. Маленькая, значит, победоносная война с желтыми обезьянами обернулась тяжелейшим поражением России. Ведь как легко начать войну, и как тяжело ее закончить. Но прошло 10 лет, всего лишь 10 лет, и Николай еще раз решил попробовать счастье в войне, которой Россия оказалась неподготовленной. Первая мировая война принесла революцию, конец монархии, расстрел царской семьи. Конечно, с 905 года по 17 год Николай сделал ряд уступок. В первую очередь, значит, был манифест, как вы помните, опубликован, значит, выборы в Государственную Думу, значит, но ведь большинство населения России было неграмотных. Слова такие, как республика, демократия, правительство, отвечающее перед народом, не доходили до сознания основной массы населения. Люди не столько хотели парламентизма, сколько улучшения своей жизни. Но у революции, у революционеров была другая задача, свержение существующего режима. Вот, так что еще до 17 года первым, кто понял ситуацию, очень хорошо, что нужно России, это в первую очередь улучшение жизни крестьян. Это был Столыпин. Он начал, ну, вы знаете, все эти реформы столыпинские, и одновременно он, как говорят, жесткой рукой подавил все очаги революции, эти знаменитые столыпинские галстуки, когда революционеров развешивали на столбах, где принимало решение полевой суд, и состоящее из трех человек, дали свой результат. Россия начала успешно развиваться и промышленность, и сельское хозяйство, и так далее. Но, увы, жизнь Столыпина была небольшая. 11 сентября 1911 года он был убит во время посещения оперного театра в Киеве. В августе 1909 года царица наконец-то родила долгожданного наследника престола царевича Алексея. Перед этим было у ней четыре дочери. К сожалению, мальчику наследовало со стороны матери генетическое заболевание крови, гемофилию. Болезнь многих королевских фамилий в Европе, передававшаяся через дочерей королевы Виктории, которая сама носила этот ген. Русская императрица Александра Федоровна была ее внучкой. Начинается еще одна драма русской истории. Суеверная, болезненная царица, стремившаяся любыми средствами сохранить жизнь наследника престола, появился Распутин, обладавший какой-то гипнотики силой, останавливать кровотечение. Он стал могущественным исцелителем. Но если бы только он стал им, постепенно его влияние на императрицу стало сказываться и на назначении министров, и на коррупции высших чиновников. Началась Первая мировая война. Ну, мы с вами к этой теме возвращались очень много. России, честно говоря, не было ни в какой необходимости вступать в эту войну. Она решила заступиться за Сербию. Она всегда считала защитников интересов славянно-балканов. Напрасно кайзер Вильгельев Второй обращался к своему двоюродному брату просьбой отменить мобилизацию, потому что это означает войну. Напрасно в своих телеграммах он писал, что ни Россия, ни Германия не должны вмешиваться в австро-сербский конфликт. И тем паче негоже русскому императору становиться на сторону царя-убийц. У Николая были свои союзники, обязательства перед Францией, свои имперские интересы, захватить это вечные российские интересы, захватить Басфор. И, конечно, значит, маленькая победоносная война, она, конечно, успокоит всех этих революционеров, эту ненавистную думу, всех этих, кто критикует правительство. Все будет хорошо. Но, как вы знаете, все хорошо не бывает. Опять император вступил на те же грабли. Началось война-то началось, но в армии не хватало всего. Некомпетентность генералов, нехватка снарядов, амундирование, малая пропускная способность железных дорог. Все стало на привычные места. Разгром русской армии Самсонова в Восточной Пруссии под Таненбергом. Потеря 125 тысяч. Немцы во время этого сражения потеряли только 10 тысяч. За поражением на фронте усталость солдат, сидящих в окопах, нехватка продовольствия в больших городах, бесконечная чехарда, смена министров, убийство Распутина, слухи о изменях во дворце. Николай II отстранил своего дядю от должности главнокомандующего русской армии, взял командование армии на себя, уехал в Ставку. Ну, а в Петербурге командовала Александра Федоровна. Она и показала все свои способности, все, что было талантливо, способно, независимо, все изгонялось. По рекомендации Распутина назначались какие-то проходимцы, не имевшие собственные мнения министры, все телезаблюды, подхалимы. Да и старец особо не стеснялся, брал он и деньгами, брал он и натурой. А ведь призыв в армию молодых крестьян оставил сельское хозяйство без рабочих рук. Многие говорят, вот большевики сделали революцию, но революцию сделали не большевики, а голодные женщины, которым нечем было кормить детей. Это они вышли на улицы Петербурга с требованием хлеба, хлеба, а хлеба-то не было. Кому было хлеб убирать, кого его было сеять, когда всех загнали в армию. Потери русской армии были огромны, все остальное вы знаете. Я не буду вам рассказывать о дальнейшей судьбе царя, отречениях. Кстати, это отречение поддержали все командующими русскими армией. Царя вначале пытались попросить разрешение у его второго двоюродного брата, английского короля, но король, как говорят, и английское общество не захотело принимать русского короля со своей семьей. Остальное вы знаете. Сначала изгнание, сначала Екатеринбург, сначала Тобольск, потом Екатеринбург, потом расстрел. Ну и, кстати, о том, кто это организовал и сделал, вы прекрасно хорошо знаете. Ведь была расстреляна не только семья Николая Второго, были расстреляны все Романовы, все их дети, все их жены. То есть Ленин решил, как говорят, под коренью выкорчевать раз и навсегда. Вот ноги-то идут оттуда с самого верха. Ну, времени у нас как всегда нет, материала у нас как всегда больше, чем нужно. Сейчас у нас еще, наверное, есть одна минута, и я хочу вам, она мне очень нравится. Уважаемый, прошу прощения, у нас нет минуты, у нас есть ровно 20 секунд попрощаться. не получается. Хорошо, тогда попрощаемся, всего вам доброго, до встречи в следующий раз. Спасибо вам огромное, и тогда уже в следующий раз вы нам расскажете то, что хотели рассказать сегодня. Спасибо большое. Всего хорошего. субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!